Я занимаюсь нетворкингом, коммуницировать и находить возможные пути решения, задач. Мужчина, вы кто? Почему вы мне пишете? Искусство дипломатии — это коммуникации. И так у меня было 8 лет почти. Кать, привет! Привет! Я очень рада, что вы нашли время раскрыть такую интересную тему, чем занимается профессиональный нетворкер. Спасибо тебе большое за приглашение, потому что действительно сейчас тема актуальная, новая, и абсолютно мало людей понимает, как это работает и как на этом можно зарабатывать. Согласна. Расскажи немножечко о себе. Я занимаюсь нетворкингом уже в следующем году будет как 10 лет, и честно, когда я начинала этим заниматься, этой профессией, то я сама не понимала вообще, что это такое, и не понимала, как на этом можно зарабатывать. Объясню. Нетворкинг — это инструмент, который позволяет с помощью необходимых, нужных тебе связей делать дела абсолютно любого масштаба. Ну да, действительно, не все понимают, что это такое, и у очень многих людей складывается впечатление, точнее, не впечатление, а желание, я сделаю все сам, я сильный, зачем мне команда, зачем мне кто-то. Ну, давай приведу просто самый элементарный пример. У тебя есть бизнес, ты занимаешься в любом случае продажами. Конечно. А кто у тебя покупает? Ну, люди непосредственно. Люди, правильно? Конечно. Вот ты уже ответила на вопрос, чем занимается нетворкер. Нетворкер — это человек, который сводит людей и бизнесы между собой и на этом зарабатывает. Ну, знаешь, вот нетворкер, мне кажется, он должен обладать какими-то качествами, да, то есть и, возможно, эти качества должны быть в нем заложены, потому что, ну, люди тянутся на энергию и так далее, или этому можно обучиться? Слушай, очень классный вопрос, потому что, когда я говорю, как я зарабатываю миллионы на нетворкинге, люди думают, что первое — это врожденное, и второе, следующий вопрос — это именно как можно этому научиться. Да, поэтому как раз раскрою вот этот секрет. Естественно, это талант изначально, это талант, который называется простым словом «коммуникация». Нет никакого секрета, нетворкер — это человек, который умеет классно коммуницировать с другими людьми, и этот человек, который может находить общий язык с помощью коммуникации. То есть это у меня было с детства, со школы, когда, ну, расскажу такой, да, простой классический пример, есть двоечники, есть отличники в классе. Двоечники, естественно, там против отличников, отличники — это против двоечников, а я всегда такой, знаешь, дипломат, нейтралитет, ни тут, ни там. Получалось всегда, что я такой непосредственный человек, к которому обращаются двоечники, там, «Катя, помоги списать, ну, дай попроси отличника, чтобы он дал списать». А отличнику, например, интересны какие-то такие фишки, которые делают во дворах всякие двоечники, да, им тоже хочется вроде как к этой тусовке тоже приблизиться. И я выступаю вот таким посредником. И, ну, сейчас я понимаю, что это искусство дипломатии, это коммуникации, но на тот момент я просто думала, что, ну, вот такой вот я человек, все со мной хотят дружить, всем со мной как-то интересно, всем со мной комфортно. И сейчас слово, это слово трансформировало слово «легко». То есть 90% людей, которые со мной общаются, они говорят слово «легко». В принципе, я уже тогда поняла, что это можно монетизировать. И вот сразу тогда вопрос на засыпку. Как пришла идея монетизировать данный формат, создав ассоциацию международного формата? Ну, на самом деле пошло все так, расскажу, как есть. То есть изначально мое первое сообщество было создано 10 лет назад, и было оно создано с целью самой найти нужные для себя контакты. И я думаю, что многие, кто создает сообщество, у них такая же цель. Прежде всего, в первую очередь, это найти ответы на свои запросы. И также я начала с малого. То есть, как обычно, переехала в другой город, мне понадобилось все, да, понадобилось все. То есть, досуг, врачи, развлечения, какие-то полезные контакты, бизнес. Вообще, просто элементарно, куда сходить и чем заняться. И таким образом я стала создавать сообщество вокруг себя. То есть, каким образом создается вообще сообщество, да? То есть, ты ищешь с кем пообщаться, ты находишь этих людей, и ты выстраиваешь с ними определенное взаимодействие, определенную коммуникацию с этими людьми. Потом дальше просто есть обратная реакция, либо ее нет. Либо людям с тобой комфортно, и они с тобой остаются и идут дальше, и сообщество растет. Либо ты просто находишь ответы на свои вопросы и закрываешь их. Ну и таким образом сообщество не растет, но ты классно, ты получила там то, что ты хотел. Правильно ли я понимаю, что таким образом ты просто продаешь ценные контакты? Или в чем все-таки заложен заработок? Я сейчас до этого дойду, расскажу. И таким образом, то есть, 10 лет назад, конечно, о продаже каких-то контактов и вообще, в принципе, о заработке на контактах никакой речи не могло идти. Потому что эти контакты нужны были в первую очередь мне, для того, чтобы свои какие-то закрыть потребности. Но что происходило потом? То есть, эволюция вот этой, эволюция комьюнити происходит таким образом. Я остаюсь человеком, вокруг которого комфортно быть. И другие люди, соответственно, присоединяются, и получается, оно растет. И вот так вот 10 лет представляешь, изо дня в день я коммуницирую с людьми. Изо дня в день я коммуницирую с огромным количеством разных людей. И таким образом эта комьюнити растет. Что происходило дальше? Вот это самое, самый смак, да? Что происходит дальше? Значит, основатель комьюнити становится таким неким центром притяжения, к нему притягиваются все, и они с помощью основателя сообщества ищут ответы уже на свои запросы. То есть, получается, что ты уже нашел ответы, и люди с тобой остались, и теперь они уже начинают вокруг тебя искать вопросы, ответы на свои вопросы. Что делала я неправильно? И это была моя огромная ошибка. И, в принципе, это сейчас ошибка у 90% владельцев сообществ. Что они делают? Они дают контакты. Ну, то есть, вот ты ко мне приходишь и говоришь, Катя, у меня для бизнеса, например, сейчас нужен классный оператор. Записать вот это видео. Что делает руководитель сообществ, который не до конца понимает, как это все работает? Он говорит, окей, вот тебе контакт. Я же такой хороший, может быть, ты мне потом отслатишь тем же. Возможно, да, возможно, что ты мне будет взамен, когда-то ты мне тоже что-то отблагодарил. А как правильно тогда делать? Сейчас я как раз к этому веду. Да, просто не термится уже саму начинку. То есть, получается, что я даю тебе контакт того же видеографа, ты меня отблагодаришь, ну, на словах, да, говоришь спасибо тебе. Хорошо, я тебе сейчас скажу, сколько стоит контакт видеографа. Как орутиться на страх. Ты меня благодаришь, говоришь мне спасибо, уходишь с этим контактом, который я тебе дала, у вас все получается, у вас, у него заказ, у тебя растет бизнес, потому что ты решаешь через него свои задачи, у вас все хорошо, у вас растет бизнес и растет масштаб, а руководитель сообщества, тот самый коммуникатор, да, что он делает? Он остается тем же, с чем он и был. То есть, фактически, что происходит? Я дала тебе контакт, ничего с этого не заработала, кроме благодарности на словах, спасибо, да. И так у меня было 8 лет почти, представляешь, сколько я потратила, скажем так, времени, нет, 8 лет это уже, конечно, много, это уже я поняла, наверное, года 4 из них точно было построено на таком, Катюша, а вот у тебя есть контакт там, нужный мне? Да, есть, вот, держи. И что происходило? Представляем пустыню, представляем мой любимый Дубай, пустыня, посередине сижу я, у меня оазис есть, да, то есть, мое сообщество это оазис, там есть пальмы, вода, все классно для жизни, и приходит ко мне, например, запрос, приходит ко мне бизнесмен и говорит, Катюша, вот, мне нужен такой-то контакт. И как раз до того момента, как я поняла, что такое монетизация, да, я говорю, вот тебе контакт, нужного тебе человека, иди, у вас все получится. Что происходит дальше? Я как сидела в своем оазисе, так и сижу, вокруг меня начинают воздвигаться небоскребы, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, они все выше, их все больше, и я вижу, как те контакты, которые я друг с другом свожу, у них растут дела, растет бизнес, они возводят эти небоскребы, вокруг меня все в небоскребах, а я как сидела в пустыне в своем оазисе, так я и сижу. В этот момент я понимаю, что что-то я делаю не так, что-то я делаю не так, нет, делаю-то я, может быть, все так, люди счастливы вокруг меня, они благодарят меня, но только я ничего с этого не зарабатываю. Я очень много приложила вложений, сделала в себя, в свое обучение, в наставничество и в коммуникацию с теми, кто уже добился в этом успеха с нетворкерами, топ-нетворкерами, да. Приведу пример, сейчас я снова уже второй раз амбассадор у Гила Петерсила, да, это топ-нетворкер мировой. Когда я познакомилась с ним, я была еще такой, я скажу, зеленой девочкой, которая абсолютно ничего не понимала в нетворкинге, но обладала огромным количеством контактов по всему миру. И как раз я стала уже учиться, учиться нетворкингу именно. И поняла как раз секрет очень прост, то, что ты не просто сводишь бизнесы между собой, но ты являешься коннектором, то есть это такой некий посредник между этими бизнесами. Это означает то, что я не просто даю контакт, и вообще это делать, как бы давать сужой контакт, это, во-первых, противозаконно, а, во-вторых, не экологично, потому что, ну, я дала тебе контакт, а тот человек, может, он вообще не хочет с тобой общаться, или же он просто, в смысле, кто ты, кто ты, а я от тебя не знаю, почему я должен с тобой вообще разговаривать. Слушай, тут вообще такой пример тоже есть в жизни, также у нас коллеги просто воспользовались контактом, действуя не по инструкции, написали одному из партнеров нашей компании, на что они увидели просто сумасшедшую реакцию, просто партнер, ну, стал отвечать о том, что мужчина, вы кто, почему вы мне пишете, не нужно мне присылать никакие деньги, да, и так далее. Абсолютно. Человек просто испугался. Испугался. Он просто испугался, хотя партнер, он так вот написал такое письмо, я там от того-то, я тот-то и так далее, но действительно это не работает, то есть, наверное, нужно за ручку. Первая реакция это спам, да, то, что это кто-то тебе откуда-то взял твой номер и просто спамит тебе. Вторая страх, то, что тебя каким-то образом пытаются использовать в своих целях. И нетворкинг, нетворкер, это вот это самое звено посерединке, да, между контактами. Лично, лично, да, вот прям представь. Обязательно, обязательно. Вообще фишка, фишка. Это лицо, которое находится между двух лиц, принимающих решения в бизнесе. И это лицо, к которому обращается один бизнес и говорит, мне нужен выход дальше, мне нужен контакт. Нетворкер говорит, окей, у меня есть для тебя решение. И он связывается со второй стороной, сам не дает напрямую, связывается со второй стороной и сначала первым делом, так как уже контакт установлен, он узнает, насколько этот проект ему интересен. И если действительно так, что оба проекта друг другу интересны, то здесь нетворкер выступает уже вот этой стороной. Мы делаем совместный зум, либо, да, совместную встречу, если это оффлайн или онлайн, неважно сейчас абсолютно. Мы делаем совместную встречу, где нетворкер обязательно присутствует. Это как агент по недвижимости. Может быть. Я не знаю в этой нише, да, ничего. Но нетворкер это человек, который выступает гарантом того, что эти два бизнеса друг к друге заинтересованы. И вот на этом происходит как раз-таки заработок нетворкера. То, что он не просто дал контакт или продал контакт, что еще хуже. И действительно контакт, если неправильно, как ты сейчас правильно сказала, неправильно обработан, то человек, первое, подумает, что спам, второе, подумает, что просто сейчас кто-то пытается что-то сделать, нехороший с ним, да. То есть нетворкер это гарант того, что два бизнеса заключат между собой сделку и всем будет хорошо. И, конечно же, нетворкеру в том числе. Окей, приведи тогда какие-то самые интересные кейсы из той практики. Ну, как я и сказала, то есть международная ассоциация, она уже была построена во время пандемии. Она была построена во время пандемии, когда действительно я поняла необходимость, во-первых, выхода в онлайн, во-вторых, потому что огромное количество моих друзей, партнеров, родственников просто разлетелись по всему миру. И онлайн помог нам собраться и помог вот эти связи, которые мы имеем, помог их объединить. Таким образом у нас стали открываться филиалы, таким образом мы стали делать дела в международном масштабе, сейчас о которых расскажу. Ну и ассоциации, это уже моя душа. То есть понятно, что я не могу уделить внимание каждому из резидентов. У нас сейчас 10 тысяч экспертов по всему миру. Понятно, что я просто физически не могу уделить им внимания. Для этого есть ассоциации, где человек вступает, и он может находиться внутри ассоциации, тем не менее он находится в нашей системе. От него еще многое зависит тоже. Абсолютно. Какое количество времени кому-то уделишь, зависит человек. Да, и я хочу сказать, что мы построили нашу систему таким образом, что у нас постоянная система коммуникации, нетворкингов. И здесь, ты абсолютно права, многое зависит от человека, насколько он готов принимать эти контакты. И как он вообще на них смотрит, на эти контакты. Готов он их вообще принимать? Либо он, ну, есть контакты, как-нибудь. Что за болтовня? Как-нибудь, да, такая болтовня. Да, естественно, я не могу помогать 10 тысячам экспертов, а дальше у нас будет еще больше, потому что мы растем с каждым днем. И, конечно, я работаю индивидуально по запросам. Это уже сегмент высокого, скажем так, ну, большой бизнес, да, я называю это уже высший пилотаж, когда уже знакомишь бизнесы на уровне первых лиц. Это и политика, и артисты, и компании международные. То есть лично моя уже деятельность, да, она связана непосредственно как нетворкер между крупными бизнесами, международными. Ассоциация, это душа, и это возможность прикоснуться к этой системе уже массово, массово. Интересные примеры ты спросила. Из последних. Из последних. То есть вот прямо сейчас, на прошлой неделе у нас был запрос по продаже вилл в Турции для того, чтобы получать гражданство. Сейчас это актуальная тема. Также мы, непосредственно, я помогаю сейчас релацировать бизнесы в Дубай, потому что это тоже одно из огромных таких направлений, очень перспективных. Да, многие переезжают в эту страну, потому что там хорошая налоговая база, в принципе, неплохая законодательная база, в принципе, неплохие условия по проживанию и в безопасности тоже, да. Люди должны чувствовать себя в безопасности. И вот такими вещами, конечно, глобально уже я непосредственно занимаюсь лично. Что еще прикольного? Одно из направлений, из последних, это открытие бизнеса, связанного с алкоголем в Доминикане. Как оказалось, что это очень несложно делать, да, в Доминикане, и бизнес просто расцветает на глазах. Еще из последних примеров, это покупка острова на Филиппинах. Это тоже все делается уже с помощью нетворкера, все в закрытом доступе, в закрытом формате, без третьих каких-то там десятых камер и лиц. То есть это уже все делается, ну, как я говорю, высший пилотаж, это уже делается вот просто все на связях, только на связях. Нетворкинг — это в первую очередь связи, а нетворкер — это человек, который ими обладает. Ну и в завершении скажи, пожалуйста, какие вообще цели ставишь на ближайшее будущее? Цели на ближайшее будущее? Честно, сложно даже каких-то конкретных поставить задачи, потому что все очень быстро меняется, ассоциация растет с такой колоссальной скоростью, что ты загадаешь одно, а на следующей неделе может быть еще масштабнее, еще крупнее. Да, конечно, в первую очередь я хочу развития именно ассоциаций международных, в том плане, чтобы как можно больше людей поняли для себя эффективность нетворкинга как инструмента, как эффективного получения трафика, постоянного получения трафика. То есть мы это даем в ассоциации. Другой вопрос, как этим пользоваться, мы уже это обсудили. Можно этим пользоваться, а можно это сквозь пальцы пропустить и не увидеть для себя. У меня большое пожелание, наверное, ко всем, кто у нас сегодня смотрит, и вообще ко всем, кто будет смотреть записи. Сейчас время такое, что нужно ловить возможности. То есть нужно их искать и ловить за хвост. Прям вот, да? Нашел эту возможность, не упускать. Сейчас ровно сидеть на стульчике не получится. То есть нужно постоянно быть очень open mind, постоянно смотреть по сторонам, широко думать, широко мыслить и смотреть откуда, откуда есть возможности. Потому что люди это возможности. Тебе может завтра написать человек и открыть для тебя вообще новый мир. Совершенно новый мир. И ты никогда не знаешь, кто это будет, когда это будет. Просто нужно быть открытым и принимать это. Я абсолютно с тобой согласна. И хочу здесь в завершение добавить, да, поскольку одна из моих деятельностей является это обучение, корпоративное обучение. И я знаю, что та информация, о которой ты говоришь, она непосредственно очень цена. Она мне очень откликается, но я понимаю, что большинству, даже если она откликается, они просто не будут знать, как и страхи, которые окружают. Например, один из страхов, да, неловкость, а как я за контакт попрошу денег, как я вообще это сделаю. Это самый частый вопрос. Я считаю, что вообще твою экспертность, ее нужно, конечно же, монетизировать и создать просто суперклассный продукт, да, который покажет, раскроет это людям, потому что в этом видео мы не можем раскрыть вот просто все там фишки, лайфхаки, потому что здесь, грубо говоря, каждое твое предложение, это какой-то конкретный уже там вот обучающий фрагмент, а что и как и почему, потому что те вещи, которые нам кажутся, а вот, да, потому что действительно сейчас время, скажем так, информационных технологий, время стоит денег, да, и насколько, и твое время будет стоить дороже в зависимости от качества и ценности твоей информации. То есть время каких-то бесплатных консультаций, оно ушло, да, многие люди еще остались там где-то в прошлом, и они еще в поисках, они еще вот говорят, а как это так, почему я вам должен платить, вы мне ничего не дали потрогать, я ничего, у меня в руках ничего нет, почему я вам должен платить? Информация. Информация. Информация, это просто суперценные продукты, и да, и он стоит дорого, поэтому, конечно, то, о чем ты говоришь, это просто фишка, там, не знаю, нашего века, и это нужно развивать, монетизировать, и, конечно же, рассказывать об этом людям. Хороший ты вопрос спасибо тебе задала по поводу можно ли научиться быть нетворкером, да, хочу сказать, что это, конечно, профессия будущего, потому что многие профессии сейчас автоматизируются, правильно, да, то есть огромное количество профессий, которые уйдут в ближайшее время вообще с рынка, они просто будут механизированы, скажем так, да, заменены роботами. И что останется, да, на поверхности? Для чего нужен вообще будет, да, человек и его способности? Как раз способности человека будут проявляться в способности коммуницировать и находить возможные пути решения, задач, которые компьютер не под силу решить, да, искусственный интеллект не под силу решить. То есть логика, ораторское мастерство, да, коммуникации, и вот эти ниши сейчас будут просто топ в ближайшее время. Что еще хотелось бы добавить? Да, профессию нетворкер можно освоить, и здесь самое главное, это в первую очередь прокачать свои коммуникационные навыки и отсутствие, наверное, какого-то страха коммуницировать с незнакомыми людьми, вообще незнакомыми людьми. И первый, на мой взгляд, совет, который можно дать для того, чтобы от этого страха избавиться, это элементарно просто позволить себе быть наедине с собой. Очень многие люди боятся вообще даже сами с собой о чем-то побыть наедине, сходить элементарно в ресторан. Вот ты знаешь многих людей, которые могут одни сходить в ресторан? Я нет. Кто может один съездить в путешествие? Да, тоже таких очень мало. Это закалка, это очень закаливает. Знаешь, что это такое? Это человек, в первую очередь, должен находиться в гармонии с собой. У него должно быть все в порядке, на эмоциональном фоне. Соответственно, как бы его близкое окружение, то есть вот он должен быть... Если у него что-то где-то не прокачено или закрыто, и он сам ищет ответ «ты», то он не сможет быть нетворкером, потому что пока он не закроет свои вопросы. И только когда он их закроет и станет полноценным, наполненным, как сейчас это модно говорит, только тогда к нему уже за вопросами, с вопросами пойдут другие. Если у него есть вопросы, к нему пока не пойдут. Совершенно с тобой согласна. Я думаю, будем здесь заканчивать, потому что иначе мы с тобой прям... У нас будет полтора часа. Мы оставим все-таки самые сокровенные темы, немножечко на потом. Обязательно их раскроем. Я думаю, что это видео было очень интересно всем, кто его просматривал, да? А тем, кто не просматривал, сочувствуем. Соболезны. Соболезны, да. Поэтому, ну что, друзья, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Алена, спасибо тебе большое за интервью.